Друзья, добрый день! Добрый день, подписчики моего канала, добрый день, гости моего канала, добрый день тем, кто присоединился. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что ставите лайки, спасибо, что смотрите. Я искренне благодарна. Это небольшая плата за мой труд, поверьте мне. И снимать, и монтировать ролик тяжеловато, ну, как по мне. А тем более 10 роликов марафона, еще письма в почту. Но за письма отдельное спасибо, я на них отвечаю. Друзья, сегодня девятый день нашего марафона о том, как эффективно продать себя со смайликом, имеется в виду трудоустроиться, товар или услугу. Вот такой у нас марафон. Вы знаете, девятый совет будет где-то соединяться с десятом. Вот так вот получается. Я пыталась их немножко разделить, но у меня не получилось. Поэтому в девятом я дам несколько, скажем так, набросков, а в десятом мы поговорим о некоторых вещах чуть поподробнее. Итак, просто несколько набросков. Первый совет в девятом пункте слушайте. Если вы помните, у нас два уха и один рот, поэтому слушать мы должны больше, чем говорить. Говорить должен клиент. Тем более мы с вами играем на его поле, чтобы забить гол. Не забываем это. Записывать. Все записывайте. Записывайте максимально. Когда вы будете говорить и писать, это сложнее. А когда вы слушаете, то записывать легче. Дальше. Когда вы сидите на переговорах, сидите, пожалуйста, лицом к лицу. Не отводите никуда глаза. Не поворачивайтесь полубоком. Но об этом поговорим еще подробнее. Лицом к лицу, глаза к глаза. И про глаза, кстати, тоже отдельно поговорим. Следующее. Не кидайтесь нераспространенными терминами. Это не значит, что вы спец, если знаете какие-то аббревиатуры, еще что-то. Нет. Вы спец, когда разбираетесь в задачах вашего клиента или решаете задачу с большими возможностями, чем вы можете сейчас позволить себе. Вот тогда вы спец. Поэтому узнание каких-то терминов, не знаю, в английской аббревиатуре или еще как-то нет. Вдруг ваш клиент не знает и начнет себя чувствовать не очень хорошо. Поэтому помните и не делайте этого. Что еще хотела вам здесь сказать? И потом будет десятый день, он будет более насыщенным. Вы знаете, очень важно изучать язык тела, физиогномику, хотя бы какие-то азы. Мы об этом с вами поговорим на десятом дне. Здесь я хотела просто рассказать одни вещи. Я видела это лично. Вот. Хотя это вам может показаться необычно, потому что в какой-то момент я увидела это впервые в сериалах и понимала, что да, такое существует. Но в какой-то момент мне даже попалось несколько компаний и объявлений по этому поводу. Итак, о чем я хотела вам рассказать. Вы знаете, что на очень серьезных сделках и переговорах, где идет речь об огромных суммах и так далее, компания могут тихонько приглашать на переговоры психолога. Ну, под видом консультанта по бизнесу, юриста или еще чего-то. Да, как одна сторона, так и другая. Эти психологи следят за языком тела, за физиогномикой, скажем так, партнеров. И потом выдают отчет, где пытались обмануть, чего бояться, в каком месте недоговаривают. И много-много другого интересного. Я видела эти объявления. Извините, звонок. Друзья, извините, был важный звонок от твоего клиента, надо было ответить. Извините. Продолжаем. Итак, я говорила о том, что я видела объявления, видела компаний, которые предлагают услуги психологов, которые посещают крутые сделки, скажем так, и потом предоставляют свои отчеты. Но перед этим, кстати говоря, психологи готовятся. Они изучают потенциального партнера своего клиента даже через соцсети в первую очередь. Поэтому я вам что советую делать? То же самое. Если вы знаете человека, у него соцсеть открыта, посмотрите, чем он живет. Посмотрите, чем он дышит. Что это за человек? Более-менее даже неподготовленному человеку можно составить об этом. А еще, а еще, где работают психологи? Вот из интересного. Так, чтобы немножко отвлечься, да? Например, в аэропортах. На моей памяти у меня, скажем так, была одна проблемка с паспортом. В том смысле, что фотография у меня была вклеенная. Ну, уже паспорт там подходил, скажем так, к сроку. Через год, через два. Он был очень старый, загранпаспорт. И фотография была вклеена не так, как сейчас делается. Вот, и все ко мне присматривались. В какой-то момент меня уже, ну, так скажем так, пограничники посмотрели на меня косо. Меня посадили. Я ждала, когда, ну, скажем так, пограничные службы со мной разберутся. Я, в общем, этот человек или не этот человек. Поддельно у меня паспорт или нет. И в какой-то момент я же тоже психолог. Я поняла, ну, они ж-то не знают об этом. Ко мне подсадили психолога. Ну, он был, он был, ну, плохо подготовленный психолог. Потому что раскусила я его на раз-два. Вот, просто на раз-два. Причем даже, ну, реально на внешний вид. Не буду рассказывать подробности, как-нибудь я рассказываю более детально своим клиентам этот случай. В общем, я его раскусила на раз-два. Короче говоря, и в аэропортах работают психологи, которые наблюдают за вашим поведением, за языком тела, за вашей физиогномикой. Я вам предлагаю сходить со мной на 10-й день нашего марафона. И парочку, я вам дам парочку советов из языка тела и физиогномики. Возможно, вы некоторые наверняка знаете. Вот, но я вам очень рекомендую это использовать. Но надо потренироваться на других людях, чтобы оно у вас выходило автоматически. Ну, при переговорах. Вы же не сядете вот так вот на переговорах и будете вот так вот смотреть, что там мой потенциальный партнер делает. Нет. Это должно быть записано под корки. И должно у вас быть как рефлекс. Естественным. Поэтому, друзья, пожалуйста, пишите на мою электронную почту. Можем с вами и позаниматься дополнительно в этом направлении. Всё, что угодно о бизнесе, о закупках, о продажах. Много-много всего я знаю, умею. Короче, я молодец. Извините, не сдержалась. Что, да. И в плане, если есть какие-то психологические проблемы, тоже, пожалуйста, обращайтесь. Я дипломированный клинический психолог практикую. До встречи. Ждём на заключительной серии нашего марафона. Мне даже будут... Я думаю, что мне будет даже как-то немножко тяжело расставаться, потому что это первый марафон, который я делаю. И как в каждый продукт я вкладываю кусочек своей души для того, чтобы он получился. Я очень надеюсь, что у меня это получилось. Спасибо, друзья, что со мной. До встречи. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Пока. На десятом заключительном дне секрете совете. Пока.